В Ленском районе завершился ледоход. На месте целую неделю работала оперативная группа во главе с начальником Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия генерал-майором внутренней службы Павлом Гариным. Она следила за прохождением весеннего половодия. Ежедневно ее представители выезжали на облет и с их участием проходили совещания КЧС и ВКС. Ситуация была спокойной, но тем не менее район постоянно был готов и к чрезвычайной ситуации. Все привитивные мероприятия по подготовке к прохождению паводка в Ленском районе в этом году, как и в предыдущие, были проведены в срок. Заранее подготовлены были гидропосты. Их на территории района работало 10. Пять постоянных и столько же временных. Заблаговременно проведено чернение на поводках опасных участках по реке Лена и Нюя. В по реке Лена за чернение происходило устье Большая Ламга в виде двух полос шириной 20 метров, протяженностью 30 километров. Второй участок за чернение выше острова Батамайский возле устья Большая Контайка в виде четырех полос шириной 20 метров, протяженностью 5 километров. И по третьей схеме за чернение вдоль суготоходной линии по острова Утинной на границе с Алёпинским районом в виде трех полос шириной 20 метров, протяженностью 2 километра. Пункты временного размещения тоже были подготовлены. Их оснастили всем необходимым оборудованием и материалами. Заключены договора на поставку продуктов питания. В каждом муниципальном образовании создан резерв материальных ресурсов. В каждом муниципальном образовании имеется пункт временного размещения граждан, где укомплектован всем необходимым оборудованием, имуществами, материальными, постельными принадлежностями. принадлежностями. Всего в муниципальном образовании Ленский район 23 таких пунктов временного размещения. Заключены договора на поставку продуктов питания, медикаментов. В Ленске это 4 ПВРа, это спортивный зал Карат, детский сад Лучик, лыжная база и аэропорт. Всего вместимость в ПВРа в городе Ленске 900 человек. До места эвакуации ленчан в случае ЧАЭС планировалось, что будут доставлять 10 автобусов. Также были определены места для сбора жителей, маршруты и схемы перевозки людей. За каждым транспортным средством был закреплен дежурный водитель. Определялись места для отгона скота, заготовлен корм. Эта процедура ежегодная. На случай ЧАЭС предприниматели крестьянских хозяйства могли отогнать скот в незатопляемое место. Список подтопляемых зон входит в 8 муниципальных образований. Это 11 поселений. В этих 11 поселениях у нас на сегодняшний день числится 828 крупного рогатого скота и 447 лошадей. От зоны, имея виду от хозяйств до временного содержания у нас в среднем 2-3 километра по отгону скота. Остаток кормов на сегодняшний день у нас 800 тонн сена, 400 тонн силоса и 120 тонн комбинированных кормов. Всем главам хозяйств и поселений своевременно давались указания по отгону скота. Предоставлялся определенный план действий, который в экстренном случае должны были отработать ответственные специалисты на местах. В Ленском районе отведенные для скота возвышенные места – это микрорайон Чанчик и Северный. Ежегодно заготавливаются и взрывчатые вещества. В этом году на готове были 3 тонны взрывчатки на случай, если образуется затор. Также хотелось бы отметить, что Ленским отделением УМТС заключен контракт с фирмой «Утач» Якутская на проведение взрывных работ. Ленским отделением УМТС подготовен запас взрывчатых веществ. Компания УМТС определенные автомобили, которые будут вывозить эти взрывчатые материалы. Определены участки посадки вертолетов, как муниципальных образований, как и у нас. Проведены плановые работы на гидротехническом сооружении «Дамба». Готова к работе система оповещения. Данная система оповещения позволяет нам, можно скорее, оповестить население в случае чрезвычайной ситуации. Проводили 15 марта, когда приезжала правительственная комиссия проверку системы оповещения. Не сработала она у нас в трех населенных пунктах. Это Артанахара, Бичинча и Ярославский. После проведения специалистами ремонта система оповещения была готова к эксплуатации. Остановительные работы по обеспечению работоспособности системы экстренного оповещения населения. Во всех населенных пунктах, где она установлена в рабочем состоянии, были проведены плановые проверки и также проверки после проведения ремонтных работ. То есть в настоящее время система экстренного оповещения и региональная система оповещения у нас в работе. За прохождением ледохода ленчане следили онлайн. Камеры были установлены, как и в предыдущие годы, на улице набережной в городе и по одной в поселках Витим и Пеледуй. Напомним, подвижки льда в районе города Ленска начались утром в субботу 13 мая. Уровень воды в этот момент составлял 531 сантиметр и начал подниматься. Днем ледоход набрал всего. В воскресенье 14 мая днем уровень достиг уже отметки 1175 сантиметров. Позже ледоход остановился. Уровень продолжал расти. В ночь на понедельник 15 мая ЕДДС начал публиковать сводку о гидрологической обстановке на реке. Каждые два часа. В 12 часов ночи уровень составил 1270 сантиметров. В 2 часа 1297 сантиметров. В 4 часа 1325 сантиметров. В 6 часов утра уже 1335 сантиметров. И в 8 часов утра 15 мая сообщили о повышении уровня воды в реке Лена до 1351 сантиметра. Критическая отметка составляла 1410 сантиметров. С учетом дамбы это 1760 сантиметров. Ледоход по-прежнему стоял. Ленчане начали переживать, боясь повторения ситуации 2001 года. 15 мая в 10 часов утра оперативная группа вылетела на облет. Прохождение паводка в этом году у нас прошло немножко сложнее в плане эмоциональном со стороны населения. Были очень много звонков, поступающих к нам ЕДДС. Тревожных звонков. Население переживало. Где-то были панические настроения. Приходилось работать еще и с населением в той части, чтобы успокоить и предоставить хоть какие-то прогнозные материалы для них. Потому что на всем периоде прохождения паводка на территории города Ленска у нас работала оперативная группа номер один, которая прибыла с главного управления МЧС по республике Саха-Якутия. Работа у нас была слажена в плане получения прогнозных данных со стороны гидрометрологической службы. То есть у нас поступали данные сначала в таком спокойном режиме, если так сказать, два раза в сутки. А потом у нас данные производились в учащенном порядке. То есть это каждые два часа. Это на тот момент, когда у нас ледоход проходил именно на территории города Ленска. В этот же день, 15 мая, начальник главного управления МЧС по республике Саха-Якутия, генерал-майор внутренней службы Павел Гарин, который в составе оперативной группы работал в Ленске, принял участие в видеоконференции с Национальным центром управления в кризисных ситуациях. ВКС состоялась на берегу реки Лена. Также участие в священнике приняли представители районной администрации. В ходе мероприятия Павел Гарин сообщил о заторопастных участках реки Лена, которые находятся ниже по течению. Один из всем известных – это остров Батамай. Там был недостаточный уровень воды, чтобы подтолкнуть большие льдины. Генерал-майор отметил, что в готовности находится вертолет МЧС России, команда взрывников и три тонны взрывчатки на случай повышения уровня воды до критических отметок. Но также добавил, что взрывы проводить опасно, так как они могут привести к подтоплению населенных пунктов, находящихся ниже по течению. Хочу напомнить, что ниже населенные пункты, там тоже мы пролетели, это на территории Олег-Минского района, там тоже не совсем еще лед готов, поэтому в связи с этим мы сейчас будем продолжать мониторить поднятие уровня воды, чтобы, если вдруг сейчас проведем взрывные работы, мы можем затопить населенные пункты на территории Олег-Минского района, ну и, соответственно, на территории Хангаласского района. Мы тоже это не можем допустить. Ну и здесь пока уровни держатся, переживать пока населению, я думаю, не стоит. Мы для этого сюда и прибыли, чтобы предупредить эту ситуацию. После информации, данной Павлом Гарином, население немного успокоилось. Им оставалось только ждать, пока река наберет нужный уровень воды. И толкнет им гимны, из-за которых образовался затоп. В этот же день в районной администрации состоялось совещание КЧС, во время которого был принят ряд решений. Так, главам населенных пунктов, расположенных вдоль реки Лена, рекомендовано было привести в готовность пункты временного размещения, оповестить предприятия, с которыми заключены договоры на поставку продуктов питания, медикаментов и питьеву воды, о необходимости заблаговременно подготовить резерв. МКУ «Гранит» должны были подготовить транспорт и водителей для возможности эвакуации населения, а сотрудники «Гранит» были подготовлены организовать патрулирование на маршрутах эвакуации. Руководителям организации расположенных в местах, подверженных затоплению при повышении уровня воды, необходимо было произвести вывоз ГСМ в неподтопляемые места, а предприятиям сельхозотрасли отогнать на безопасные расстояния крупный ряд исход и лошадей. Но, слава богу, всего выше перечисленного делать не пришлось. В этот же день, после 12-часового перерыва, лёд снова тронулся. Река пошла полным ходом. У нас в этом году зафиксирован был уровень воды в реке Лена 14-11. Это наивысший пока уровень за последние 10 лет. По изучению статистических данных, тому, как ввели эти данные с начала нашей службы, вот за этот период это был наивысший уровень. И, к счастью, как у нас повела река, себя благополучно, хорошо этот уровень достиг, то есть этого пика, и река пошла на убыль. То есть уровень воды пошёл на убыль, население успокоилось. На территории проезжей части, то есть дороги, которая ведёт на затон, то есть это в конце у нас самых дальних дачных участков, это район реки Муринка. Повреждение полотна, когда у нас его размывают паводковыми водами, это ежегодное явление. Это не участок дамбы, это именно дорога. Поэтому каких-то опасений о том, что у нас была разрушена дамба или какие-то там возвышенные участки, этого не было. Уровень воды стал стремительно понижаться. Группа спасателей во главе с генерал-майором Павлом Гарином 17 мая покинула Ленский район до следующего года. Благодаря работе оперативной группы МЧС, круглосуточным контролем с своей стороны, далось избежать ухудшения ситуации. На территории Ленского района у нас с 11 мая был введен режим повышенная готовность для всех сил и средств территориального звена РСЧС. И уже на данный момент у нас с 18 часов 17 мая этот режим у нас завершен и все силы и средства переведены в повседневную деятельность. Так на данный момент уровень воды пришел в норму. На спад он сразу пошел и в населенных пунктах Муя и Мурья. Я хочу сказать, что ледоход проходит благоприятно для территории Ленского района. На сегодняшний день активная фаза проходит по территории Ленского района и Олегминского района. Ледоход разделился на два участка. Второй участок проходит по территории Олегминского района и Хангаласского района. Достиг уже на сегодняшний день. По территории Ленского района на сегодняшний день верхняя кромка наблюдается у населенного пункта Мача Олегминского района, вернее нижняя кромка. А верхняя кромка, как мы наблюдаем, уже у города Ленска наблюдается. Здесь редкий ледоход. Уровень сейчас составляет 837 сантиметров. За сутки на 5 метров понизился. Поэтому никакой угрозы для города Ленска, для Ленского района уже не существует. Уровни падают. Поэтому ситуация благоприятная. Ленский район ледоход миновал. Дальше оперативная группа отправилась в Олюквинск, далее в Хангалатский район и город Якутск. Для мониторинга, паводковой обстановки и оказания помощи населению муниципальным образованием. Продолжение следует...